Здравствуйте, арт-студия в эфире, дорогие друзья, Виктория Дронова с вами. Совсем недавно музей-заповедник Родина Владимира Ильича Оленина выиграл большой президентский грант, который будет направлен на реализацию уникального проекта. Называется он «Мастера симбирского модерна». Что это за проект? Когда он будет реализован? С этими вопросами мы обратились к нашему сегодняшнему гостю. Это директор музея-заповедника Родина Владимира Ильича Оленина Ирина Геннадьевна Котова. Здравствуйте, Ирина Геннадьевна. Рады вас приветствовать в нашей арт-студии. Здравствуйте, Виктория. Рада прийти к вам в гости. Но прежде чем мы перейдем к разговору об этом проекте, давайте напомним телезрителей, да и вспомним сами, что же это за такой стиль модерн. Я знаю, что он был во многих направлениях искусства, в том числе архитектуре. А сегодня мы будем разговаривать именно об этом. Стиль модерн возник в конце 19-го, начале 20-го века в Европе, охватил всю Европу, дошел до России. И возник он благодаря трем составляющим. Это, конечно же, желание отойти от всего старого. Это технический прогресс. Ну и политические ситуации в странах, в том числе и революции. И это испанский модернист, архитектор Антонио Гаузи. Но мы сегодня поговорим о наших симбирских, ульяновских архитекторах, которые ничуть не хуже Антонио Гаузи. Поэтому слово вам. Рассказывайте про ваш проект. Дело в том, что действительно стиль модерн – это был последний большой стиль по-настоящему такой в истории культуры, наверное, потому что стиль подразумевает включение всех видов искусства в себя. И формообразующим видом искусства, когда мы говорим о стиле, всегда является архитектура. И модерн – стиль невероятно чувственный, направленный именно на обращенный к человеческим чувствам прежде всего. Он действительно очень широкое распространение получил в Европе. По-разному назывался стиль либерти, модерниста, сецессион. Очень много у него названий. В России закрепилось французское название модерн, что означало «новый». Причем это ведь стиль последний, который не разорвал с реальностью, с фигуративным, так скажем, искусством, но он его стилизовал. Вот этот вот мир реальный, который видел художник, он его стилизовал. – Преобразовал немножко. – Да, он, вы знаете, вот эти мотивы, которые всем, конечно, хорошо известны, чертополоха, дуванчик, природные, флористические мотивы, которые лежали в основе, вот орнаментики, в частности, модерна, они не реалистично показывают, а они утрируют натуру. И вот эта стилизация, она, собственно говоря, и является главным, наверное, таким элементом, если мы говорим о стиле модерн. В России блестящий модерн, грандиозный модерн. И надо сказать, что вот эту архитектуру эпохи модерна в России в конце 19-го, в начале 20-го века творили выпускники Петербургского института знаменитого инженеров. И наши герои, о которых мы будем говорить на нашей выставке, и Федор Осипович Левчак, и Феофан Евтихевич Вольцев, были выпускниками вот этого, наверное, лучшего в Европе того времени учебного заведения, института гражданских. Шаде, да, но он ведь не имел образования, как ни странно, Август Аугустович. У нас нет свидетельств о том, что Шаде имел архитектурное образование. Только легенда о том, что он получил его во Франции. А вот документов нет. Более того, когда он строил знаменитый дом памятника Гончарова, то над ним был надзиратель, человек с образованием, который должен был следить за его работой. Вы знаете, это вот парадоксально, но главный архитектор русского модерна, Шехтель, он тоже не имел архитектурного образования, он был театральным художником. Но в любом случае это были люди, конечно, профессионалы с высочайшей точки зрения. Но мы с вами чуть позже поговорим о каждом из них, да, немножко вспомним. Что за выставка у вас, что она в себя включает? Фонд. И вообще, как удалось получить такой президентский грант? Там, по-моему, около 5 миллионов рублей. Да. Это действительно большой проект, очень сложный проект, потому что в нем очень много участников. Мы, заповедник Родины Ленина, Крывеческий музей, который хранит интереснейшую коллекцию графики архитектурной нашей, и Государственный архив Ульяновской области, плюс научная библиотека. То есть практически все культурные институции нашего города, связанные с хранением, они в этом проекте участвуют. Кроме того, президентский фонд культурных инициатив поддерживает вот такие сложные сетевые проекты, которые распространяются на большие территории. Грантополучателем в данном случае является замечательный наш партнер компания «Симбирск проект» архитектурная, которая очень нам помогает и во многих наших начинаниях. И вот эта вот большая очень команда, плюс ко всему, это команда Государственного музея, Федерального музея архитектуры имени Ищусева в Москве. То есть это вот действительно очень такой сложный, составной, большой и дорогой проект. Дорогой почему? Потому что в Москву мы повезем подлинники. Мы повезем около 190 произведений подлинных для того, чтобы показать выставку в Москве. Что войдет в эту выставку? Потому что я знаю, что по крупицам собирается эта выставка. В нее войдут коллекции архива Ульяновской области, как я уже сказала, краеведческого музея, наша коллекция и библиотека. Это все практически, что есть у нас. В стиле модерн? О наших великих архитекторах, да. Мы хотим, ведь вот понимаете, какая история. У нас в городе так сложилось, что изначально, начиная, наверное, с 60-х годов 20-го века, сложилась очень хорошая школа, ну, скажу так, архитектурного краеведения. И эти имена широко известны в Ульяновске. Я думаю, практически каждый скажет, кто такой Левчак, кто такой Шаде, кто такой Вольсов. И самое главное, огромное количество зданий, которые сохранились до сих пор, и которым удивляются архитекторы, которые приезжают к нам в Ульяновск. Как удалось сохранить вот такую красоту? Совершенно верно. И специалисты. Более того, система, изобретенная Федором Осиповичем Левчаком, система строительства из пустотелых бетонных блоков, она вообще уникальна. Она совершенно уникальна. И вот нам обидно. Почему? О стеклах Фальканьере знает вся страна, а о бетонных блоках Федора Осиповича Левчака не знают даже специалисты. Собственно говоря, вот этим желанием и нашей готовностью очень серьезно, очень грамотно рассказать об архитектуре эпохи модерна в Симбирске и обусловлен проект. Это его основная часть, выставка в Москве. Но есть еще и вторая часть проекта. Помимо московской выставки, которая, я повторяю, соберет подлинные произведения, что очень важно, мы делаем две передвижных выставки, копийных, которые поедут по стране. Выставка, посвященная творчеству Левчака, поедет в те города, в которые он строил. Это достаточно большой, 9 городов. А выставка Федора Вольсова, Феофана Евтихевича, поедет в Перм и Патеринбург. То есть в те города, с которыми связан начальный период творчества Вольсова. Таким образом, наша задача, чтобы об архитектуре Симбирского модерна и об архитекторах Симбирского модерна узнала страна. Что конкретно входит в эту выставку? Какие предметы? Я поняла, Виктория, ваш вопрос. Это, прежде всего, конечно, архитектурная графика. Это проекты, акварели, чертежи, книги. Это личные вещи. Потому что мы хотим рассказывать не только об архитектуре, но и об архитекторах, о людях, о героях. Потому что их судьбы, их жизни – это чрезвычайно интересная история, которая отражает историю нашей страны и историю существования этого стиля. И вот это взаимопроникновение биографии и творчества – ну, это как бы нерв нашей выставки основной. Будут… Мы, возможно, повезем туда мебель, спроектированную Левчаком. Мы повезем фрагменты архитектурных деталей, которые мы собирали. То есть это будет такая по-настоящему сложная и, на мой взгляд, просто очень интересная выставка. А по времени сколько будет работать в столице? Она… Выставка будет работать три месяца. С ноября по февраль. С ноября вот этого года до февраля следующего. Наши коллеги отдают нам самое посещаемое музейное время. Это время новогодних каникул, время, когда в Москве очень много туристов, людей. Вот, поэтому мне кажется, что этот проект, он привлечет внимание и специалистов, и широкой публике, потому что модерн – это стиль, который интересен всем. И таким образом вот этот удивительный пласт сохранившейся культуры, симбирский модерн, который имеет свою специфику, потому что наш модерн, он очень сильно отличается, например, от того, что есть в Самаре или в Нижнем Новгороде, даже в Поволжье, он имеет свое лицо. И вот это лицо станет узнаваемым, известным. И, конечно, это, я надеюсь, привлечет внимание, в том числе и туристических каких-то компаний к нашему городу. Мы, жители Ульяновска, увидим эту выставку после Москвы. Она будет работать с нами? Дело в том, что совершенно сознательно мы выстроили этот проект вовне. Объясню, почему. Потому что материал этот весь, он практически постоянно представлен в Музее архитектуры эпохи модерна. Существует три туристических маршрута городских, на которые горожанин может просто записаться на нашем сайте. Это экскурсия, посвященная Левчаку, Вольсову. Это мистическая прогулка с Августом Шаде. То есть нашим горожанам, Виктория, этот материал доступен постоянно. Наша задача – показать его стране. Остановимся на этих замечательных архитекторах. Федор Левчак. Говорили сейчас о том, что у него своя методика, уникальная методика строительства. И его здания известны всем. Это издание административное Ульяновского государственного университета на Льва Толстого, 42. Ну, вот смотрите. Если мы идем с вами по улице Гончарова от Обелиска, то это сразу бывший дом Зеленковой. Там когда-то была редакция Ульяновской правды. Многие, наверное, помнят его так, этот дом. Мы идем с вами вниз. Это кинотеатр художественный. Потрясающая совершенно постройка. Кинотеатр художественный – это Левчак? Левчак. Не Вольсов? Нет. Вольсов восстанавливал… После пожара – это здание. …зрительный зал после пожара. Но проекты и строительство – это Федор Осипович Левчак. Волжско-Камский банк – там, где было отделение банка современное. К сожалению, сейчас номера домов вылетели из головы. Общество взаимного кредита. Казначейство многие себе представляют. Вот этот перекресток потрясающей совершенно красоты. Здание Вольсова – бывшая типография, доходный дом, типография Токарева. И общество взаимного кредита. Вот это бывший переулок – Севная улица, улица Дмитрия Ульянова сейчас. Великолепная вот эта вот постройка. У Федора Осиповича, конечно, наверное, есть визитная карточка. Помимо банка, о котором вы сказали, где сейчас университет, это дом от Илье Федора Осиповича Левчика, там, где располагается наш музей. Музей, мастерская Левчика и театральная жизнь в Симбирске. А как удалось воплотить в жизнь вот столько всего прекрасного в Симбирске за 10 лет? По-моему, 10 лет он работал. Да, он работал совсем недолго. Вы знаете, это уникальный, фантастический человек. Это судьба и биография, которая достойна, ну, я не знаю, какого-то там фильма такого уровня напряжения невероятного. Это человек, который создал систему строительства абсолютно новую, принципиально новую. Он построил школу огнестойкого строительства здесь в Симбирске. То есть он готовил специалистов. Он открыл земские и частные заводы по изготовлению бетонных блоков. Он очень много работал как архитектор и строил в других городах. Он служил в качестве городского архитектора какое-то время. Это огромная работа. То есть это совершенно феноменальный человек. И очень талантливый художник, потому что великолепные панно архитектурные, которые сохранились на фасадах нашего города и на доме ателье глухари знаменитые, и на кинотеатре художественной, и на банке крестьянском поземельном. И было еще два панно левчака у нас, которые, к сожалению, не сохранились. Они сделаны по его эскизам. Вот мы храним акварель в нашем фондовом собрании, повезем ее тоже на выставке. Это единственная подлинная акварель, сохранившаяся от левчака. Она называется «Грибы». Которая дает нам полную уверенность, ну, кроме того, и архивные свидетельства, что панно эти были сделаны по эскизам левчака. Его первая мечта была быть художником, а не архитектором. То есть, вот вы знаете, мастера эпохи модерна, они были удивительными совершенно художниками синтетическими, которые могли все, которые продумывали свой проект, то есть начиная от плана, объема деталей, декора, до дверной ручки, даже до костюма хозяйки. Вот это действительно... Ведь в основе модерна Вика лежала, вы знаете, в общем, утопическая идея о том, что красота спасет мир. То есть вот в его, так сказать, толще вот этого стиля было вот это. Поэтому утопическая, может быть, ну, прекрасная мысль о том, что если человека будет окружать красота во всем, в любом предмете, которого он касается, в любом элементе, с которым он сталкивается, то он будет лучше. Ну, разве это не так? Ну, мы в это верим. Наверное, поэтому так и любим этот стиль людьми, потому что он дает вот эту удивительную гармонию, спокойствие, радость, когда ты сталкиваешься с ним. Август Шаде. Да. Это здание кирхи. Да. Дом Сачкова, дом Шатрова и главный его, конечно, памятник, дом, памятник Гончарову в Симбирске. А беседка Гончарова. Совершенно верно. Вот смотрите, какая здесь ситуация. Мы очень часто, ну, когда пытаемся описать процесс какой-то исторический, культурный, говорим, да, это эпоха модерна, вот предыдущий стиль завершился, начался новый, так не бывает. Всегда есть некая инерция стиля. Что-то берется от предыдущего и остается в новом. Вот по большому счету Август Абдулзович Шаде не работал в модерне. Он был художником, относящимся стилистически к предыдущему этапу, этапу историзма или эклектики, по-разному его называют. Но вот наша особенность Симбирская заключалась в том, что эклектика и историзм существовали у нас одновременно с модерном очень долго, практически до революции, вот если мы берем этот период. И Август Шаде брал элементы стиля модерн и относился к ним точно так же, как к элементам других каких-то стилей. Понимаете? Он, по большому счету, не был художником модерна, но он был архитектором эпохи модерна. И вот, например, такая особенность построения композиции объемно-пространственной композиции особняков модерна как многообъемность, как отсутствие одного фасада, а многофасадность, она проявилась именно в творчестве эклектика Шаде. Уникальный человек, совершенно тоже грандиозная фигура, профессиональная. Реконструкция после пожара здания кинотеатра художественной. Это здание Ульгесна Минаева. И кроме того, там еще достаточное количество зданий. Плюс он был еще и музыкант. Его произведения были в сборниках, в нотных и продавались в Симбирске. Вы знаете, мы ведь выиграли еще один грант. А грант, благодаря которому мы запишем музыку Вольсова. Она будет звучать в Музее архитектуры эпохи модерна и на нашей выставке в Москве. Мы запишем ее профессионально и услышим Вольсова-композитора. Вольсов был тем архитектором, который ввел промышленную архитектуру в русло стиля модерна. Ну, вы понимаете, мы гордимся чем? Зданием электростанции, водонапорной станции, зданием пожарного депо. Это архитектурные памятники. А в предыдущей эпохе так не было. Это сделала эпоха модерна, которая, как я сказала, пыталась осмыслить абсолютно все, что окружало человека. И вот этот процесс очень интересный, вхождение промышленной архитектуры в стиль, в русло стилевой, а не только утилитарной, технической архитектуры, произошло именно в творчестве Вольсова у нас. И он сделал чрезвычайно много на посту городского архитектора и в советское время работал очень активно. преподавал много в финальный период его жизни, связан с Москвой. То есть вот такие у нас блистательные мастера. Такая у нас архитектура, которой мы можем по праву гордиться. По праву. Как хорошо, что она сохранилась до сегодняшнего дня. Совершенно верно. И мы должны сохранить ее еще лучше, еще больше, еще внимательней, трепетней, потому что, я повторяю, модерн – это стиль, который не знал мелочей, был всеобъемлющим. И поэтому, конечно, бережное отношение к этим зданиям – это наш долг перед нашими потомками. Ирина Геннадьевна, спасибо вам огромное за ваш рассказ, очень интересный, познавательный, за то, что побывали в нашей арт-студии. Спасибо за реализацию этого проекта, который познакомит не только ульяновцев, а вообще всех россиян с нашими замечательными симбирскими ульяновскими зодчими. Спасибо огромное. Спасибо, Вика.